Вражеская Хатун. Что же она может в качестве лидера команды? То есть мы видим противников, она им всем дала баф скорости, и тут же сама первая походила, так у нее больше всех скорости, залила им полоску, и они все отстрелялись по моей команде. Это выразилось в то, что вот, раскинув руки, лежит мой главный убийца, а остальные пытаются выжить как могут. И баф скорости на них еще висит. Мало того, что они находятся под аурой скорости, все противники сейчас находятся еще и под бафом скорости. И мы успешно проиграли этой команде, давайте попробуем еще. Благо сегодня у меня тут несколько Катунов есть сразу. Вот еще один Катун стоит во главе команды, больше никаких других нету заливщиков. Сила команды 102, два атакера и один поменьше. Сможет ли Катун забрать ход? Да, потому что у них аура атаки, поэтому ей удается это несложно. И дальше уже после отстрела моих героев, мне передают ход, но тут уже видите, сработали враги. Я Валентин Тамашевский, хочу поближе устроить разбор полетов нашей Катун. Отлично нарисованный персонаж, что мы видим. Хорошая анимация. Что-то у него не так с топором, правда. Это в боях отображается, здесь не видно. Итак, первый навык. В сумме после всех прокачек с вероятностью 40% накладывать штраф скорости 30% на 2 хода. Штраф скорости, естественно, ей нужна будет меткость, но это отличный для базового навыка штраф, который очень даже нам пригодится. И это пригодится везде, не только на арене. И особенно понятно, насколько этот хороший навык будет в сочетании с другими навыками. То есть, призыв Орды, второй навык, заполняет шкалы скорости союзников на 15% и накладывает бонус скорости. То есть, то же самое, собственно, делает, что и Лекарь, и с таким же количеством ходов, но после прокачки. И должен заметить, что прокачка у Хатун сложнее, потому что это эпический герой, а Лекарь редкий. И последний навык, также требует меткости. Атака по всем врагам с вероятностью 50% сокращает шкалу хода. То есть, срезать полоску хода на 15% еще может противникам. И атака по всем. После полной прокачки увеличивается урон, увеличивается вероятность срезать полоску до 75% и перезарядка до 4 ходов сокращается. И последняя аура, скорость всех союзников во всех боях на 19%. Меньше, чем у легендарных героев. На двух навыках, наносящих урон, урон зависит от атаки. Что же одевать этому герою? Этому герою, так же, как и Лекарю, одеваем три комплекта скорости. Сапоги, так же, должны быть с главным параметром на скорость. А знамя, должно быть с дополнительным параметром на скорость. Ну и остальные артефакты, естественно, полезны, чтобы были со вторым параметром скорости. У меня, в частности, где-то есть, где-то нет. Перчатки на выживание и второй параметр желательно скорость. Ну и главный вопрос, кого же мы будем использовать, Хатун или Лекаря? Если у нас есть Лекарь, уже с прокачанными скиллами и одетый, Хатун нас может улучшить команду, разве что только на арене. И на низкоуровневых клановых битвах, там, где босс не наносит много урона. И, наверное, эта замена не будет стоить того, чтобы скидывать в нее все книжки. Уже очень дорого обходятся эпические книжки, тома. Но если в начале карьеры, в начале игры, у вас нету Лекаря, а Хатун дали уже за 30-й день игры, то это будет, несомненно, отличный игрок, отличный герой. Уж слишком хороша это сочетание скорости, сочетание ауры, сочетание накладывания бонуса скорости и заливки полоски, и в то же время сочетание порезки шкалы сразу по всем врагам. Получается, эксперт такой по работе в скорости. Однако в ближайшее время мы не увидим ее часто в боях. Не потому, что герой плохой, он такой спорный, и его обязательно будут качать все. К примеру, можно посмотреть, встречается ли он в клановых битвах. Уже на практике, в данный момент, сейчас вот у нас. Видим, что пока нету ни одного, да, и дальше нету ни одного. Соответственно, вот трудный бой и адский, уж тем более. Просто в данный момент мы находимся в таких событиях, нас постоянно куда-то давят, куда-то щемят, куда-то гонят, и нет возможности потестировать, проверить этого героя. Также хатун может сработать на улучшение результата в цитаделях. Когда команда уже хорошо, когда она не гибнет очень быстро, и наличие хатуна вместо лекаря позволит ускорить время прохождения, допустим, цитадели Арканы. Плато Ледяного Голема, там манипуляции со скоростью постольку-поскольку, потому что герой сам атакует, не герой, а босс, сам атакует. Многого дракона не действуют дебафы скорости. Замок Лавового Рицаря, у нее только одна атака базовая, соответственно, не годится. Гнездо Паучихи вполне может подойти, но только под некоторые определенные команды. Лабиринт Минотавра, да, вот там место также к цитадель силы, и цитадель Арканы, это вот три места, где ее можно использовать. Я про хатун говорю, естественно, с вполне себе улучшенным результатом, чем обычно. Таланты для этого героя стоят под большим вопросом, однако одна ветка, это ветка поддержки, уже понятна. Нужна меткость, далее фиксация, так как мы все равно лечить не умеем. Скорая реакция, которая позволит слегка пополнить шкалу хода, когда заканчивается бонус. Фокус, для того, чтобы увеличить меткость хоть на сколько. Опять же повторюсь, потому что меткость нам нужна ввиду того, что все будет брошено на скорость, и меткость будет третьим уже параметром, как попадет. В четвертом ранге нам нужно поднятие духа для увеличения, ой, какая же меткость в скорости, и волшебный вихрь или дурной глаз. В пятом ранге очень неплохо иметь подмогу в прок, так как она с вероятностью 30% продлевает действие любого бонуса. Ну, любого, но не любого, но однако ускорение здесь работает. Также неплохо смотрятся боевые чары, которые позволяют с такой же вероятностью 30% продлить действие, но на этот раз уже штрафа на один ход. Однако тут как той обезьяне и умный, и красивый, хочется взять все сразу. Очень нужен снайпер для того, чтобы увеличить шанс наложить штраф на 5%. А вот стоит ли ей качать шестой ранг, это вопрос вопросов. Нет уверенности, что это настолько хороший герой, что стоит столько в него вкладывать очков талантов. Однако будем надеяться, что со временем соотношение сил изменится, будут какие-то правки, балансировки, кого-то понерфят, кого-то апнут, и тогда, возможно, мы этот файл перезапишем и пересмотрим отношение к Хатун. А на этом я хочу с вами всем распрощаться, с вами был Валентин Томашевский. Друзья, всем удачи, пусть вам сегодня повезет. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok